Слава Господу! Нас Дух Святой наполняет, и поэтому у нас такие удивительные перемены. Если бы не Слово Господа, не Библия Его, если бы не завершённая работа Иисуса Христа, мы были бы такие же, как все остальные люди. Люди радовались, печалились и жили бы до последнего физического дня, а потом наступало бы откровение от Бога. Но вот Библия пришла, и мы с вами наслаждаемся ей. В Балтиморе проходит сейчас конвенция, и она идёт, или же лозунг конвенции, главная мысль. Это Псалом 121 и стих 1. Давайте посмотрим. Очень важная мысль. Возрадовался я, когда сказали мне, пойдём в дом Господень. Давайте скажем вместе. Возрадовался я лично. Вот я человек. Один из 7,5 миллиардов жителей на Земле. Когда мне сказали, пойдём в дом Господень. И сегодня я буду выступать на пастырском собрании тоже с этой мыслью о том, как бывает и кто это пригласил, и как это произошло. А вот вчера пастор Шавлер выступал с очень, ну такой, могучей проповедью, и она касалась этого дома Господня. Называлась она реки или потоки реки воды жизни. И как, и что происходит, когда человек находится в этих потоках. Давайте теперь откроем 47-ю главу книги Иезекииля. Там описывается храм Божий в тысячелетнем правлении Иисуса Христа. Это видение открыто. Для Иезекииля было. И с пророком Иезекиилем кто-то разговаривает и его приглашает. И он приглашает его опять же в этот дом Божий, чтобы Иезекииль на своей жизни обнаружил те изменения, которые у него будут в этом доме Божьем происходить. Первый стих. Потом привел он меня обратно к дверям храма. Помните, мы все время с вами говорим. Это цитируя из послания к евреям, 4 глава, 16 стих, где Господь говорит смелее, приближайтесь к престолу милости и благодати. И вот он меня привел к дверям храма, а из-под порога храма... А какой храм и какой престол там? Милости и благодати. И из-под порога храма течет вода на восток. Ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока. И далее и вывел меня северными воротами, и внешним путем обвел меня. И вот он пошел, вода течет по правую сторону храма. И когда тот муж отмерил шнуром тысячу локтей, это где-то 440 метров, и повел меня по воде. Воды было по лодыжку. Можно было войти, можно было легко выйти. Это начало нашего исповедания. Мы постигаем начало веры в Иисуса Христа. Мы окунаемся в жизнь тела Христова. С нами происходит то, о чем говорил Господь Иисуса в Евангелии от Иоанна, в 7 главе, 38-39 стихи. Он в середине праздника в Иерусалиме встал и сделал призыв – придите ко мне. «Придите и пейте воды жизни, и тот, кто будет пить, то у него у самого из чрева потекут эти реки, потоки воды живой». Объяснение в 4 главе Евангелия от Иоанна, когда он разговаривает с Самарянкой. «Если бы ты знала дар Божий, спасение, благодать, исцеление на всю жизнь, и кто с тобой разговаривает, это вот тот, Мессия, это храм Божий, это тысячелетнее правление. И уже в это время мы с вами наслаждаемся тем, что происходит в нашей жизни. Что произошло с этой женщиной-самарянкой у колодца? Иисус ей сказал, вот эта вода, за которой ты приходишь, религиозная вода, ты почитаешь Ветхий Завет и то, не совсем правильно. Вот. Но теперь, послушай, я тебе дам воды жизни, и они будут, и этот станет источником воды, текущей в жизнь вечную». Очень-очень интересно. И она как бы вступила по лодыжку. Потом она слушала его, и эта глубина погружения в поток воды Иисуса Христа из-под этого храма тысячелетнего правления увеличивалась. Вот уже по колено, потом по пояс. А потом дальше и понесло. Потоки благодати, потоки жизни. Когда мы развиваемся с вами в теле Христовом, то именно это происходит с нами. Бог предлагает нам, чтобы мы развивались там, потому что... Давайте посмотрим действия этого потока воды. Итак, пятый стих. Вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток. И сказал мне этот человек, который разговаривал с пророком, видел сын человеческий и повел меня обратно к берегу этого потока. И когда я пришел назад, и вот на берегах потока много было деревьев по ту и по другую сторону. Похоже на картину, которую описывает Небесный Иерусалим. В 21-22 главах река жизни по всей широте Небесного Иерусалима. И по ту, и по другую, и посередине даже растет дерево жизни. Когда мы с вами смотрим на вот эту картину, которая описывается здесь, то практически такая связка интересная. Верующий в Иисуса Христа заходит в этот поток жизни по лодыжку, выходит, разговаривает с людьми, сообщил, что с ним произошло. Потом приходит и заходит по колено, потом выходит и проходит свои эти 440 метров, не будем вдаваться в цифры. И он разговаривает с людьми, евангелизирует, слушает проповеди, постигает очень интересные связи, которые возникают внутри тела Христова, когда люди общаются друг с другом. Они становятся как запеченный вместе хлеб, неразрывная Божья семья. И вот уже все больше деревьев на берегах реки, этого потока. Если мы возьмем метаморфоза, метаморфическое описание, а что такое дерево? Псалом первый. Блажен муж, который и день, и ночь наслаждается, изучает Слово Божье, и будет он, как дерево, посаженное при водах, при потоках тихих. Или же Еремея, 17 глава, 6 стих, где и будет этот человек, который верует в Иисуса Христа, как дерево, посаженное при потоках вод. И мы с вами являемся теми, которые участвуют в жизни тела, в жизни церкви Господа Иисуса Христа, главой которой он и является. И теперь смотрите дальше. Восьмой стих. Это объяснение. Что делает, производит эта вода жизни? Она течет в восточную сторону земли и сойдет на равнину и войдет в море. И воды его сделаются море. Если посмотреть по карте, внимательно описание, которое говорится здесь. Это мертвое море, в котором нету жизни. Туда впадает река Иордан. Помните, как Иисус крестился в Иордане? И как ему сказал Иоанн Креститель, это мне нужно креститься. В омовении грехов. Иисус сказал, давай сделаем так. Почему Он так сказал? Люди крестились, омывали грехи. А Он пришел в этот мир, чтобы все грехи взять на Себя. Символическая картина. И вот, когда Он берет грехи этого мира. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29 стих. Вот агнец Божий, который забирает грех этого мира на Себя. И очищается. И очищаются наши сердца. И вот уже этот церковь дает удивительные плоды. Там, где пустили эти потоки воды, там воды исцелены. И здесь написано, и воды в конце 8 стиха, и воды этого моря стали здоровыми. И всякое живущее существо, присмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо. Интересно, две струи. Правда? Давайте посмотрим, какие это две струи. Одна из подпорога храма тысячелетнего правления, или же из вечности, Дух Святой. А вторая – это пришествие Иисуса Христа. Первое. И Он сказал в завершении этого, что пришествие совершилось. И это все оживает. Он является тем, кто искупляет нас. И тот, кто в перспективе даже и небо, и землю искупит, потому что они будут совершенно другие. И вот рыбы будут в том море очень много. И куда войдет этот поток, все будет живо там. И будет стоять подле него рыболовы. И рыба будет в своем виде. И вот одиннадцатый стих. Болото его, то есть будут окружать болото. И лужи его. Однажды я наблюдал такую картину. Я приехал, мы с отцом приехали в город Тимиртау в Казахстане. Ему по работе нужно было переезжать. А я был тогда 16-летний подросток. И вот я решил, увидел красивое синее-синее озеро. Это водоем, который получился искусственным образом для того, чтобы снабжать водой предприятие этого города. И когда я смотрел на это искусственное озеро, море из трамвая, казалось такое чистое-чистое. Я решил, все, еду, беру плавательные принадлежности и захожу в это озеро. В озере вода чистая, но чтобы дойти до него, там нужно было пройти через такую вязкую жижу, грязь. Ноги тонули в этой жиже. Интересно здесь написано, болота его и лужи его, которые не сделаются здоровыми, будут оставлены для соли. Интересно. Вот в какой-то степени это картина нынешнего времени, да, где Господь говорит, что мы – соль земли. И там, где принимают воздействие Евангелие, это Евангелие, да, там исцеляется. Замечательно. Очень интересная картина. Картина роста верующего, а также и картина того, что происходит по берегам этого моря исцеленного. Теперь посмотрим на ту связку, которую пастор Шаллер сделал по Новому Завету. Это послание к Колоссянам, третья глава. Нам предлагается, как верующим, пребывать всегда в этом потоке жизни, который идет от Иисуса Христа. И в третьей главе говорится о том, что, смотрите, первый стих «Вы воскресли с Иисусом Христом, вы ищете небесного особенного места, этого престольного места милости и благодати, где Христос сидит одесную Бога. Помышляйте о горнем, о небесном, а не о земном». Здорово. «Когда мы помышляем о небесном, мы со Христом. Когда о земном, мы со Христом. Когда мы помышляем о земном вместе с Христом. Но если мы только лишь о земном, то мы обнаруживаем и болото, и грязь». Здесь в третьем стихе говорится, почему у нас такой выбор есть. Потому что, ибо вы умерли, жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. «Когда же явится Христос?» Вот он. «Жизнь ваша, то и вы явитесь с Ним во славе». В это время мы обыкновенные, а при явлении Христа на землю мы идем вместе с Ним. Вы явитесь вместе с Ним во славе. Это великая тайна, которая у нас есть. Это тайная жизнь в Иисусе Христе. И дальше в третьем стихе говорится, «А чтобы вам легко жилось в этой жизни тайное, умертвите» в пятой стихе, «Умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, зло и похоть». Болото, которые так и пытаются поглощать на крест. Мы проходим каждый день через крест. Я сораспялся со Христом, и можно было бы сказать, я сораспялся со Христом для вечной жизни, и я сораспялся со Христом на каждый день. Потому что, когда мы принимаем его жертву в сегодняшнем дне, мы открыты для того, чтобы наслаждаться его благодатью и милостью. «Мы жили некогда так, а теперь, восьмой стих, отложите все, гнев, ярость, злобу, злоречия, сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекшись, сняв этого ветхого человека и облегшись в Иисуса Христа». И смотрите, как бушует мир сейчас. И там по национальным принадлежностям и так далее, по расовым признакам и прочее. Одиннадцатый стих. Там в Иисусе Христе нет ни Элина, ни Иудея, ни обрезания, ни неврезания. Нет варвара, скифа, раба, свободного, но все, все и во всем Христос. Мы в этом море жизни, исцеленное в Царстве Господа, уже сейчас. Потому что мы Его исповедуем и, исповедуя Его, Он являет свою жизнь. Кроме того, здесь обетование, все у нас появляет, тогда Христос. И Иисус говорит в Евангелии от Иоанна в 14 главе. Давайте я открою в завершение. Смотрите, какое чудо происходит у нас всегда, всякий раз, когда мы размышляем об Иисусе Христе. Евангелие от Иоанна 14 глава, 21 стих. Кто имеет заповеди мои, очень хорошие выражения, кто имеет заповеди мои, в наших мыслях, его заповеди. Это Слово. И соблюдает их. И мы живем по этому Слову. Тот любит меня. Помните, Иисус говорил, Он скажет это по Евангелии от Иоанна, 21 главе. Здесь Он предупреждает то, что произойдет дальше. И Он сказал, что Фитру, люби меня, люби, посе овец, корми агнцев, посе, корми овец, люби меня, потому что когда это происходит в теле Христовом, то глава тела Иисус Христос, и Он это все совершает. И смотрите, 21 стих. А кто любит Меня, Тот возлюблен будет Отцом. Почему? Потому что Отец любит Сына. Мы любим Иисуса Христа, Отец любит нас. Можно было бы сказать, а если мы как-то не так сегодня настроены, так о чем дело? Исполняемся Духом Святым, поем песни, и Отец, и мы обнаружим, Отец нас любит. Всякий отход ветхого человека это расставание на некоторое время в исповедании с Иисусом Христом. Он остается с нами, но наше исповедание находится тогда, когда мы в Нем, в этом Слове, в Духе Святом. И там говорится, смотрите, «Тот возлюблен будет Отцом Моим, и я возлюблю Его, и явлюсь Ему Сам». Явлюсь. И скинию мы там сотворим. Практически это обозначение того, что всякий раз, когда мы находимся в Слове Божьем, то мы находимся в скинии, в храме Его, в небесном храме, в небесной скинии. Поэтому у нас происходит и очищение, и восстановление, и любовь, и радость, и мысли, и молитвы о теле Христовом, о каждом и о всех. О! Слава Господу! Потоки воды живой Иисуса Христа, Его жизнь и действия, завершенная работа. И живем в этой завершенной работе и говорим все время Аминь! 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 Отец наш небесный, мы так благодарны Тебе за это особенное время, посвященное жизни Тебе. Благослови те слова, которые мы услышали, а также, Господи, благослови тех, которые еще не знают Тебя. Те из вас, кто не знает Иисуса Христа как своего Спасителя, примите его прямо сейчас, скажите в вашем сердце, дорогой Иисус, я грешный человек, прошу Тебя, прости мои грехи, спаси меня, подари мне вечную жизнь, научи меня Твоему Слову, приведи в живую церковь, люби, прощай, назидай, исправляй, восстанавливай, укрепляй, Ты мой Спаситель, Ты мой Господь, во имя Твоего Иисуса я прошу и молюсь Аминь. Слава Господу! Спасибо! Продолжение следует...